Мог ли представить себе еще 20 лет назад свою сегодняшнюю жизнь видновчанин Александр Петрович Парамонов? Семьянин, воспитывающий дочь, успешный специалист с завода «ТЭМП», если помните, были такие советские телевизоры. Безотказный сосед, порядочный человек сейчас оказался вычеркнут из социума из-за равнодушия и безразличия родственников. И только благодаря милосердию жильцов дома, в котором он живет у Александра Парамонова, еще есть надежда достойно встретить старость. Александр достался бабе Ане по наследству от его старшей сестры, которая умерла несколько лет назад. Баба Аня, сама человек не очень здоровый, недавно перенесший операцию, не может бросить брата лучшей подруги. Александру Парамонову вообще повезло с соседями. Многие из них оказались сердобольными людьми. Помогают кто чем может. Покупаем еду и его подкармливаем, чтобы человек не погиб и не умер с голода. Ему брюки он новенькие подарил, он их не носит. А я не знаю, куда я их положил. А как же иначе? Парамонова некоторые жильцы этого дома знают очень давно. Когда-то они вместе переехали в этот дом из Расторгуева. Саша Парамонова я знаю очень давно. Еще когда мы жили в Расторгуеве. Я знаю, что он по молодости достаточно умный человек был. Кончил энергетический институт. Он знал прекрасно. Телевизоры всем чинил там. Хороший парень. Уважительный. Очень хороший человек. Дай ему, конечно, здоровье. Ну вот, вы знаете, такая семейка. Такому существованию можно было бы найти логическое объяснение, если бы Александр Парамонов был одинок. Но в одной с ним квартире живут родственники, оказавшиеся абсолютно безразличны к судьбе близкого человека. У него бывшая жена не обращает у него внимания. Дочка тоже самая здесь не появляется. Живет с гражданским ужином, где-то снимает жилье. И маленький внук, который учится во втором классе. Именно потеря зрения стала той крайней точкой, когда справляться с бытом Александр перестал самостоятельно. Сейчас он не способен дойти до магазина. И только на пути между вторым и третьим подъездом его дома каждый шаг выверен. Спасибо, что я дома. Попав в квартиру Парамоновых, мы увидели доказательства слов соседей. Комнату Александра, где в куче хлама можно найти старые неработающие телемониторы и специальную литературу. Напоминание о прошлой жизни. Кто здесь будет убираться, кроме меня? А мне много нужно. Я не вижу ничего. Ещё красноречивее об отношении между родными говорит навесной замок на кухонной двери. Вот как можно жить? Мне хочется приготовить. А как вот? Бросить на произвол судьбы человека, рядом с которым многие прожили годы, соседи не могут. В конце июля было написано коллективное обращение в управление соцзащиты Ленинского района. Специалисты уже посетили Александра Парамонова, поговорили с ним. От устройства в дом-интернат Парамонов отказался. Он же дееспособный, соображающий человек. Он правда не желает этого. Ему нужно помочь хорошо жить здесь. Нужно укротить обнаглевших родственников. Нужно помочь ему справиться с теми государственными органами, где он не может защитить свои права. То, с чем может помочь ему соцзащита. Чем мы и собираемся заняться. Первая очередная задача – оформление инвалидности и начисление пенсии. А еще к Александру Петровичу станет приходить социальный работник, который будет за ним ухаживать. Татьяна Акимова и я, дамя Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Мы обязательно будем следить за судьбой Александра Петровича. И еще, если вы, уважаемые телезрители, стали свидетелями похожей ситуации, знаете людей, которым нужна помощь, обращайтесь в Управление социальной защиты населения по Ленинскому району. Телефон для связи 8 495 549 80 22. Мы также ждем ваших обращений, касающихся любых проблем, которые бы вы хотели осветить на телеканале Видное ТВ. Наш телефон вам знаком 541 2540.